Старое здание почты – это полуразвалившийся деревянный дом. Его привезли в новые углы из деревни в 1972 году. С тех пор в отделении проводился лишь освежающий ремонт. За десятилетия работы износ был такой, что жалобы на почту из новых углов стали поступать и депутатам. И вот удалось подобрать помещение. Его передали в федеральную собственность и уже несколько дней отделение работает в новом здании. Удобно, удобно. Приятно зайти. А там чего, идешь как в машинарник. Просто в рай попали. А там вообще действительно как колхозный сарай уже было. Сытно смотреть-то было. Там потолок весь висел, крыша дырявая, половницы ходили. Думали, что, кого-нибудь вот-вот придают. Вовремя сделали здесь. Спасибо большое. Почта России в новых углах пользуется большой популярностью. Местные жители приходят сюда за пенсии, оплатить счета, забрать или отправить письма и посылки. В отделении работают два сотрудника. Начальник обслуживает посетителей, а почтальон ходит по адресам. Очень много пенсионеров живет, приходится получать пенсии. Они одновременно так же. Им нравится, что товар открытая, выкладка. Это можно посмотреть и потрогать, и как в магазине. Раньше люди с плохим зрением бывают, и не видно. Сейчас это близко доступно стало. Осталось сделать доступнее аптеки. Об этом активисты уже просят депутата Госдумы Алексея Канаева. Чтобы купить даже простые лекарства, местным жителям нужно проехать минимум 12 километров. Ставим новые задачи, потому что теперь жители просят, чтобы в новых углах появилась и аптека, аптечный центр. Это часть города, да, обособленная часть города. И здесь, конечно же, должны быть условия для жизни такие же, как и в Череповце. Можно сразу обозначить еще одну проблему, которая также требует решения. В новых углах нет банкоматов. Алена Колчина, Сергей Павлов, Новости. Алена Колчина, Сергей Павлов, Новости.